Но в церковь я не ходил, потому что у меня было какое-то некое преубеждение на тот момент. Я, честно говоря, осуждал священников отечественных. Но мне представлялось то, что, в общем-то, там Христос в Евангелии, он описывает жизнь человека, как она должна выглядеть, она должна быть достаточно скромной, смиренной, кроткой. И я видел в наших священниках некое сравнение с теми фарисеями, которые описывают Христос в Евангелии, что они как-то не очень соответствуют тому, что от них хотел Христос. Я себе говорил, что если уж они это не делают, то с меня-то что брать? Грешный человек, как могу, так и живу. Люди к Богу приходят, каждый по-своему. Кто-то приходит путем каких-то умственных или душевных таких заключений, что ему необходимо в данный момент прийти. Некоторые приходят из чувства страха, потому что в их жизни нависла угроза какая-то. Другие приходят из боли, или физической, или душевной, потеряли человека, близкого человека, или проблемы со здоровьем, когда неизлечимы болезни, обнаруживаются у человека. То есть в какой-то момент я уверен, что каждый человек, ему по крайней мере точно дано в жизни задуматься на эту тему. Поэтому я абсолютно спокойно отношусь к людям, которые сегодня не верят в Бога, которые на пути к Богу. То есть это их дело, и я уверен, что они получат то, что ищут. Некоторые люди приходят из-за такого падения в жизни, когда они понимают, что их образ жизни такой, что им самим от себя противно. Но они бессильны что-то самим поменять в своей жизни, и пытаются каким-то образом найти ту силу, которая поможет. В моем случае это было заболевание, я попал в больницу, очень серьезную. Я был примерно вот такого уровня христианин, что у меня есть Бог в душе, Он в простоте, Бог есть любовь. И, так сказать, на этой вот волне я ехал. Все, что касалось православной церкви, я как-то этого старался держаться подальше. Но настал такой момент, когда я перестал получать вот те ответы, которые я задавал своему Богу в своей душе, что мне делать дальше в этой жизненной ситуации, как мне быть. Я просил помощи, она не приходила. Я был в больницу с серьезным диагнозом, и в течение там трех-четырех дней решался вопрос о серьезной операции со мной, потому что были там осложнения у меня. И врач отделения сказал мне, что если там после выходных мое состояние не поправится, то мне будут делать серьезные операции. Мне было страшно, я стал молиться тому Богу, который у меня был в моем представлении до того момента, как я попал в больницу. Мне было страшно, обидно. Я злился на него, как он вообще допустил такую ситуацию, что я там оказался. Я обращался к нему, ответов не получал. Напротив меня сидел парень, который как раз был примерно моего возраста, там лет 25 было там. Он читал православные молитвослов, спросил, ты что делаешь? Он говорит, я молитвы читаю. И сидел, бубнил там себе, под нос крестился. Мне он жутко не понравился, я с ним начал спорить на эти темы. Я одного умного человека услышал такое выражение, что такое невежество и глупость. Это свойство человека, когда он говорит о вещах, в которых не разбирается. Я был абсолютно невежден и глуп в отношении религии. Я с ним стал спорить, он оказался парнем грамотным достаточно, он отошел от этой споры. Он говорит, слушай, ну у тебя своя история, у меня своя, не мешай мне молиться. И мы на этом разошлись. После этого мое состояние здоровья нам ухудшалось, и понедельник наступал, когда придет врач и выпишет мне приговор, что мне надо идти делать операцию. И накануне вечером ко мне пришли знакомые, как раз вот разговор про иконы, про деревяшки. Они как раз были в церкви на воскресной службе, рассказали священнику своему о моей проблеме, что у меня происходит, на что тот передал мне икону, Пресвятой Богородице, Всецарица образ называется, и передал мне молебен, книжечка такая, чтобы я прочитал вечером накануне этот молебен. Когда мне это сказали, я сказал, да, хорошо, я это сделаю, но сам я думал, я это делать не буду. После того, как они ушли, мне становилось все более страшно, потому что время оставалось до понедельника мало, Бог тот, в которого я, так сказать, верил, не отвечал на мои обращения. Я чувствовал, мне было страшно, мне было одиноко, я не помню, что будет дальше. И после этого, когда уже все легли спать, я думаю, была, не была, я взял эту икону, взял этот молебен, вышел в коридор, поставил эту иконку на скамейку, сам встал на колени и стал молиться. Я вообще не понимал, что там написано, пусть таким церковным языком, я вообще слова эти не понимал, но я его весь прочитал. И после этого я своими словами добавил, Пресвятая Богородица, если я отсюда выйду из больницы, без операции, я тебе обещаю, что я пересмотрю свое отношение к православию, что это такое, я не буду осуждать там священников, кого угодно, как они там живут, вот, просто помоги мне, пусть, что я вот в отчаянии нахожусь, я не хочу, чтобы мне делали операцию. И в этот момент произошло чудо. После того, как я утром проснулся, мое здоровье, ну, позволило мне выйти из этой больницы через три дня, то есть мне операцию не делали. Ну, а вышел из больницы, сказал, пообещал, надо делать. И с того времени, вот, сколько я хожу в храм, лет восемь, наверное, я до сих пор еще не могу сказать, что я в этих вопросах стал образованным человеком. Я все еще считаю себя невеждой, потому что некоторые вещи мне понятны, некоторые непонятны. Поэтому, когда человек говорит, там, допустим, оппонент, что я вообще в православие не верю, там ничего не происходит, вот, я сходил, поставил свечку, там обратился к святому, ничего не помогло, я туда больше ходить не буду, вот, мне таких людей просто жалко. Они не попытались разобраться в этом во всем. Ну, потому что это серьезное дело, узнать вот про религию, про ту, которой я принадлежу. Об этом написано очень много книг, много интересных людей. И так просто поверхностно прийти в храм, там поставить свечку и сделать вывод, что мне в храм ходить не надо, потому что мне это не помогло. Но это говорит мне о высоком уме человека. Своими словами, молиться тоже не всегда получается, вот почему необходимо, допустим, мне молиться читать православное. Потому что мой ум все время бегает где-то. Мне очень сложно, в связи с тем, что там много работы, семья, там какие-то другие дела, я достаточно активный образ жизни веду. Мне сложно вечером или утром поймать себя, настроить себя вот на эту волну. Сконцентрироваться. Сконцентрироваться. Потому что ум все время бегает где-то. И в момент, когда я прочитал их, я могу еще там несколько просьб к Богу сделать своими словами. Что касается икон, вот вы как видите, у меня тоже весь кабинет, он находится в иконах. Мне это очень нравится, потому что, несмотря на то, что во всем мире, где я живу, очень много суеты, очень много каких-то дел, мне эти иконы дают возможность не забыть о том, что я однажды умру. И как говорят, земля заберет с собой все. Ничего не оставит. Все заберет. Поэтому и эти святые люди, я про них знаю истории, как они жили, как они умерли, чем они прославились. Как говорится, мы должны стремиться все время быть в небе с Богом, но при этом твердо стоять на ногах. То есть успевать все. И на земле работать, и семью содержать, какие-то дела, чтобы были, и помогать другим, но и в то же время, чтобы приоритетом в жизни человека оставался Бог. Потому что умереть можно в любой день, в любой момент. И откладывать эти вот вещи, покаяние, или молитвы, или взаимоотношения с Богом, нельзя напоследок. И существует мнение такое, что люди думают, что в церковь ходят святые люди. Вот я в храм хожу не для этого. Я хожу раз в неделю, в воскресенье, на службу. Мне это помогает, во-первых, как-то проанализировать ту неделю, которую я прожил. Только в церкви в течение полутора часов я могу подумать о том, что вообще произошло за неделю. С кем я пересекался на этой неделе, с кем я поругался, кому я нахамил, где я повел себя эгоистично, и так далее, и так далее. И вот в церкви как раз в то время, полтора часа в неделю, где я могу провести некий анализ своей жизни. проанализировать свою жизнь, да. За что-то попросить прощения у Бога прямо там же. Я не прав. Вот здесь, да, я не прав. Ты меня прости. Где-то попросить помощи на предстоящую неделю. Я говорю, Господи, мне тяжело будет, на этой неделе у меня будет серьезных несколько дел. Я тебя прошу, помоги. И я не считаю себя неправильным человеком. Неправильным тем более. И если я не буду ходить в церковь, я буду еще хуже. Поэтому молодежь, которая, ну, не хочет ходить или боится ходить, или они думают, что если они начнут ходить туда, им резко придется поменять свой образ жизни, отказаться от многих вещей, от которых они не готовы на сегодняшний день отказаться. Им страшно. Страшна вот эта встреча. Это абсолютно неправильно. Потому что Бог, ну, принимает людей такими, какие они есть и дает время и возможность, чтобы за жизнь как-то исправиться. Есть вещи, которые я до сих пор не могу от них избавиться. Я не буду об этом говорить. Но у каждого есть свои плохие. Да. То есть, есть вещи, вот я могу сказать, за 8 лет, которые поменяли меня. Есть вещи, от которых я не могу отказаться на сегодняшний день. Но я знаю, что есть, слава Богу, время на это. Я, по крайней мере, это вижу. Я вижу свои ошибки или, как говорят, свои грехи. И церковь, она открыта для всех. И для богатых, и для бедных, и для бизнесменов, и для хулиганов, и для праведников. сказал Христос, церковь – это больница. И там далеко не все здоровы в этой церкви. Но приходят туда за помощью, за исцелением, за спокойствием. Ну, я, собственно, так же и делаю. Спасибо, Сергей, за эту беседу. Спасибо за ваш рассказ, вашу жизненную историю. Я желаю вам Божьих благ. С вами была Елена Хован. Бог вас любит. До свидания. Спасибо.